IBP Films Distribution Limited Совместно с Victory Series Limited Россия представляет Вы увидите историю Второй мировой войны Борьбу Советского Союза и Германского Рейха Соперничество двух диктаторов Гитлера и Сталина Трагедии поражений и триумфы побед Красной Армии Людям, победившим фашизм, посвящается наша программа На Западе она получила название Россия в войне Кровь на снегу Фильм седьмой Цитадель Режиссер Игорь Гелейн После Сталинграда война окончательно повернула вспять Пришло время возвращать родные земли, утерянные в 41-м и 42-м Возволять из рабства стариков, женщин, детей Мальчишки военной поры поголовно рвались на фронт Многие из них осиротели, лишились крова И надо было вернуть их к жизни, накормить и обогреть Так возникла идея возродить кадетские корпуса Школы будущих российских офицеров Конечно, эти мальчики не успеют вернуться на ту войну В окопы под Курском или Смоленском На берега Днепра или Дуная Это удел иных поколений Новые военные училища были названы именами блестящих российских полководцев Генералиссимуса Суворова и адмирала Нахимова Многие офицеры послевоенной поры Начинали свой путь с этих строевых занятий С маршей по улицам освобожденных городов Весна 43-го Выдалось поздней и долгой Но на огромных пространствах России от Ленинграда до Кубани Шел по фронтовому бездорожью советский солдат Его путь лежал на запад И Сталин, впервые ощутивший вкус победы В который уже раз Попытался ускорить ход событий В начале февраля он отдает приказ О новом наступлении на южных фронтах Армии, корпуса и дивизии Еще не успевшие сосчитать понесенный урон Подтянуть и пополнить распыленные в сражениях силы Ввязались в новые затяжные кровопролитные бои Враг сопротивлялся отчаянно И хотя у солдат за месяцы войны появилась иная сноровка Все стало обыденнее и деловитей Каждый кусочек родного неба, каждый дом, отбитый у врага Стоили многих жизней Красная армия пробивалась с боями на запад А по обочинам дорог дымились пожарища и стыли пепелища Горе и страдания словно застыли в глазах женщин и детей Лишенные крова, потерявшие все Они ютили в землянках, умирали от истощения И многим тогда приходилось начинать жизнь сначала Бороться с разрухой, обустраивать быт, учить детей В хронике военных лет сохранился маленький сюжет О школе Юнг Северного флота Школа открылась осенью 42-го года на знаменитых Соловецких островах Где два десятилетия жил своей страшной жизнью Один из первых лагерей сталинского ГУЛАГа Заключенных к тому времени вывезли А мальчишки, прибывшие сюда, с увлечением постигали флотские премудрости Вот здесь и заход как раз был, вот здесь вот выложен камень Вот здесь первая землянка, а здесь вторая Через 30 лет после войны оставшиеся в живых вновь соберутся здесь Будут искать приметы того далекого времени И вновь и вновь памятью возвращаться к войне А вот вход, ага Вход в землянку, пожалуйста Это вход в землянку первую Ну вот смотри, вот землянка начинается Да, вот вход, вот вход в землянку А вот здесь у нас типа был плац, выложено этим камешком и дорожка такая Ну здесь тоже чистота была у нас Да, видно, да Так мы сейчас вон, ты ж был? Да, это проблема Землянка, даже линейка заросла, которая, ну на которой построение перед этим Перед землянками было, еле-еле нашли, потому что там уже деревья Война все более вынуждала сокращать сроки призыва Многим новобранцам 43-го года не было еще 17 лет Вспоминает писатель Булат Акуджава Мы едем на фронт впервые Я весь цотрясаю, я не могу спать в эшелоне Не могу спать, потому что я на фронт еду воевать Нам выдали всем, кроме обмундирования, еще по карабину Вот у меня карабин, да еще патронтаж И все спят, а я не могу спать Наконец эшелон останавливается где-то ночью И я выхожу из вагона, спускаясь из теплушки И начинаю с карабином ходить вдоль вагона Хотя никто мне этого не поручал совершенно Я потом не останавливаю, говорю, иди спи Я не мог, нет, я должен был быть воином На исходе второго года войны в армии почти не осталось тех, кто вступил в бой ранним июньским утром 41-го Послушаем бывшего десантника, писателя Константина Ваншенкина Все время молодела армия С каждым годом интервал все время уменьшался между призывами Я, например, с 10-го класса после второй четверти Мне было 17 лет, только что исполнилось 17 лет И, конечно, знаете, чем были моложе, тем больше их там полегло Совершенно не подготовлено, ни физически, ни как-то вот Дух-то был, конечно, так называемый, это было Но вот так вот, постепенно, все моложе и моложе И последний только год рождения К началу лета резко помолодевшая Красная Армия Жила ожиданием новых больших сражений Готовилась к решающим битвам и промышленности В начале 1943 года ценой неимоверных усилий завершилось создание слаженного военного хозяйства Это было эпическое достижение Работали в жестких условиях, иногда по 20 часов в сутки Женщины и подростки все больше заменяли мужчин в заводских цехах Жили в проголодь, карточные нормы были скудными За малейшие опоздания на работу взрослых отдавали под суд И отправляли в лагеря или на фронт Как и в довоенное время, широко использовался труд заключенных Они не только возводили заводские корпуса Но и строили новые города на далеком севере Но дело уже было не только в железной сталинской руке Вся страна работала на победу К лету 1943 года на советских заводах Выпускала с самолетов, танков, орудий В полтора-два раза больше, чем в Германии Разрабатывались и выходили из заводских цехов Качественно новые виды техники Пока они испытывались на заводских полигонах Но именно им предстояло вступить в бой в середине лета А за тысячи километров на германских танкодромах Тоже испытывали новые машины Не только их название «Тигр», «Пантера» Но и качество брони и вооружения Давали надежду вермахту на успех в летней кампании И заводы Германии тоже работали на пределе своих возможностей Немецкий генеральный штаб даже пожертвовал новыми типами самолетов Ради массового производства уже освоенных моделей После Сталинграда Гитлер призвал немецкий народ к тотальной войне И миллион квалифицированных рабочих был взят в армию от станков Фюрер верил, что война еще не проиграна Важно только выбрать время и место для генерального сражения По предложению военных он утвердил разработку летней операции Под кодовым названием «Цитадель» Кроме тотальной мобилизации для решения этой задачи Были дополнительно переброшены на Восточный фронт Даже несколько пехотных дивизий из Франции Итак, в центре Европейской России Летом 1943 года Гитлер планировал нанести решающий удар на Восточном фронте Курской земле предстояло стать местом самого грандиозного сражения Второй мировой войны Степные курские земли многие столетия были одной из главных житниц России Возможно, и поэтому становились они местом кровопролитных сражений в Гражданскую войну И в далекие годы татаро-монгольского нашествия В начале апреля маршал Жуков, находившийся в войсках Воронежского фронта Высказал Сталину свои соображения Если противник начнет наступление в районе Курского выступа Необходимо измотать его на нашей обороне, выбить танки И, введя свежие резервы, окончательно добить основную группировку На совещании в Москве Сталин, в принципе, одобрил идею маршалов Жукова и Василевского С разных фронтов из агентурных источников стекались данные разведки Они ложились на стол заместителя начальника генерального штаба генерала Антонова Так задолго до начала Курской битвы советское командование довольно подробно знало основной план операции «Цитадель» Началась разработка мощного ответного удара по германской армии и дальнейшего летне-осеннего наступления Координировать действия фронтов верховный главнокомандующий получил маршалам Жукову и Василевскому К началу лета Красная Армия совершила создание глубоко эшелонированной обороны На Курской дуге Для армии вермахта была создана гигантская ловушка Две армии неумолимо сближались Обе стороны были уверены в своем успехе Группой немецких армий «Центр» командовал фельдмаршал фун Клюге Группой армии «Юг» фельдмаршал Манштейн Им противостояли войска Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского И войска Воронежского фронта под командованием генерала Ватутина Группу армий резервного стебного фронта возглавлял генерал Конев Но кроме фельдмаршалов и генералов Помимо их планов, расчетов и директив Были еще сотни тысяч простых солдат Это им предстояло вдохнуть жизнь В мертвые разноцветные стрелки на штабных картах История почти не оставила их имен Только скупые кадры кинохроники У каждого была своя жизнь на этой земле Свои радостные и грустные мгновения Были герои и мученики войны Иные славились бесшабашностью Другие вовсе не были храбрецами Но это ценой их крови Решались в конечном счете Судьбы больших и малых сражений Долгим и томительным было ожидание в окопах Но время позволило армии лучше подготовиться К будущим боям На Курской земле Принял боевое крещение солдат Семен Семенихин Было, конечно, было и до этого Потому что мы в обороне долго были Это, считай, февраль, март, апрель, май Аж пять-четыре месяца Мы-то и не могли даже стрелять Понятия не было, как стрелять в винтовке А уже в обороне старички с нами были Мы изучили все стрелковое оружие И пулеметы, и танковые, и автоматы Все уже мы всем обладели Так что мы уже были пристрелены Ну, страшновато Ну, война Есть война По странному стечению обстоятельств Штабной бункер генерала Рокоссовского Расположился на земле бывшего монастыря Коренная пустынь Согласно старинным летописям Ровно семьсот лет назад Среди корней старого дерева Крестьянин нашел икону Изумительной красоты Икону Божьей Матери Когда он поднял ее То из-под корней дерева Забил святой источник Который живет и в наше время В восемнадцатом столетии На месте, где нашли икону Начали строить монастырь Он стал одним из культурных И торговых центров Курской земли Многие тысячи паломников Приходили сюда со всех концов России В начале тридцатых годов Большевики разрушили И разорили монастырь В уцелевших зданиях По иронии судьбы Открыли санаторий НКВД Который назвали Свобода На месте разрушенных храмов Построили алибастровые фонтаны И волейбольные площадки Но во все времена Курская коренная икона Божьей Матери Знамение Считалось защитницей русского оружия И в разные века Привозили ее в войска Накануне решающих битв С врагами Она была в расположении войск И во время сражения На Курской дуге В начале июля Из Ставки пришло сообщение Что немецкие армии Могут начать наступление на Курской дуге Между 3 и 6 июля Это подтвердили и пленные Захваченные советскими разведчиками Они уточнили Что наступление назначено На 3 часа ночи 5 июля На основании данных разведки Командующий Центральным И Воронежским фронтами Решили опередить противника И нанести мощный огневой удар По позициям И районам сосредоточения Основных сил врага Об этом Жуков и Рокоссовский По ВЧ наложили Сталину Накануне наступления Гитлер обратился к войскам с посланием Сегодня вы начинаете Великое наступательное сражение Могучий удар Который будет нанесен По советским армиям Должен потрясти их до основания Генерал Рокоссовский Вспоминал позднее Что за несколько минут до начала Над полями И в его блиндаже Воцарилась удивительная тишина А потом земля закачалась Под ногами И гул и грохот На многие дни Окутали Курскую землю Для немецкого командования Артиллерийский удар Красной Армии Был полной неожиданностью В ходе контрподготовки В которой участвовало Около двух с половиной тысяч Орудий и минометов Немецким войскам Были нанесены Серьезные потери Особенно в артиллерии И коммуникациях связи Боевые порядки Гитлеровских частей Были в значительной степени Дезорганизованы В штабах вермахта Произошло замешательство Для восстановления Нарушенного управления Войсками немецкое командование Вынуждено было отложить Начало наступления На два с половиной Три часа Только в шесть часов утра Под прикрытием артиллерии И авиации Двинулись группы Немецких тяжелых танков Тигр И штурмовых орудий Фердинанд На направлении главного удара Их было свыше пятисот С этого часа Целый месяц Почти без перерыва На Курской земле Шло жесточайшее сражение Обе стороны Каждый день Каждый час Несли огромные потери Разрывы снарядов и бомб Гул моторов И лязг танковых гусениц Грохот железа Заглушали все живое Стояла 30-ти градусная жара Густое облако пыли И гари Поднимаясь над землей Закрывали временами солнце Среди дня Опускались сумерки Ну почему? Потому что В осколках Столько Столько У панорама была Такая битва Там выпущены Не знаю Там миллионы Снарядов и бомб И осколков Сколько там Да что сейчас Они находятся И мины там Обезвреженные Снаряды Понимаете Какое дело Ну в общем После вот этих вот Боев 5-6 июля Это основная наша Дивизия Приняла первый удар На себя Значит Она потеряла 2,5 тысячи человек За два дня боев Нас отвели Березовец Село Для формировки Для пополнения И уже только 12-го числа Мы перешли В новое наступление Военные историки Конечно Уж давно Расписали Весь ход Курской битвы По часам и секундам Мы же скажем Главные Расчет Немецкого командования На быстрое продвижение Вперед Провалился С самого начала Бои на встречных курсах Отличались Необычайным упорством Но более чем На 35 километров Вглубь обороны Красной армии Немецкие войска Не продвинулись Нигде Немецкие войска И среди этого ада Солдаты воюющих армий Бежали Проваливаясь в воронки Стреляли Стреляли Убивали И сами Падали Навечно Среди Искореженной Взорванной Земли Раненых Не подбирали Убитых Не хоронили Не было Ни времени Ни возможностей Особенно ожесточенные бои Развернулись Под Прохоровкой Где сошлись Части Пятой Гвардейской Танковой Армии Русских И Второй Танковый Корпус СС Одновременно В сражении Участвовало Около 1200 Танков И Самоходных Орудий 12 июля В битве Наступил Перелом Войска Западного И Брянского Фронтов Нанесли Внезапный Удар По армиям Вермахта На Орловском Направлении 15 июля Армии Центрального Фронта Перешли К преследованию Отступающего Противника Все попытки Немецкого Командования Использовать Хорошо подготовленные Рубежи Обороны Потерпели Неудачу Завершался Один из важнейших этапов Второй мировой войны На Восточном фронте Продолжение следует... В один и тот же день 5 августа Были освобождены Два старинных Русских города Орел И Белгород В ознаменовании Победы Под Курском И освобождение Орла И Белгорода Москва Впервые За годы Войны Санитовала Довестным Солдатам Красной Армии 12 Артиллерийскими Залпами Из 120 Орудий В Отечественной войне Особое место Принадлежит Женщинам Они не только Трудились В заводских Цехах Работали В шахтах И Плавильных Печей В блокадном Ленинграде Например Целые Подразделения ПВО Состояли Из Женщин Они Тушили Пожары Выносили Раненых И расчищали Завалы В разрушенных Домах Они Обезвреживали Неразорвавшиеся Бомбы Как Анна Ковалева На ее счету За годы блокады 42 единицы Как говорили Тогда А в свободное От боевых дежурств Время Они собирались В казарме Пели песни Читали письма И как все Тасковали По дому По детям И мужьям По своим Любимым Воевавшим На разных Фронтах А потом И сами Уходили на фронт Были снайперами Работали в госпиталях И на полевых И на полевых аэродромах Везу на обед И на полевых аэродромах Везу Там машины Нет Когда я Бомбы подводила К самолетам Это полуторка На полуторке И красила Эти бомбы Там Сегодня Кто свободный Всех девушек Сегодня мы Красим бомбы Свет неба Завтра мы Красим Свет тигра Все время Этмоскировка была Почти завтра Эти же бомбы Опять что-нибудь Все красим У нас девушки Трактористы Каждый день Указывали Аэродром Чтобы самолетом Сесть И взлететь И приземлиться Эти девушки Из полка Ночных бомбардировщиков Марины Росковой Летали они На фанерных самолетах У-2 Которые в народе Прозвали керосинками И этажерками А немцы Называли их Ночными ведьмами Потому что Воевали они По ночам Почти бесшумно Подлетали на низких Высотах И сбрасывали Бомбы Точно в цель Вместе Со своими подругами Вылетала на задание И Надежда Попова Летали мы Без парашютов Конечно Они сгорели Вместе с самолетом Духом не пали Никто не запросился Мне удалось Вот самой сделать 852 боевых вылета За все годы войны И вот Никогда не забыть На Кубани Потому что у нас там Больше всего погибло Летчица Подлетаю я Подлетаю Прохожу Сбрасываю бомбы Взрывы Вот начали рваться снаряды Значит попали в склад Но в это время Включилось несколько прожекторов Прожекторов пять Истребитель с фарами Заходит и в упор Расстреливает Противник в эту ночь Выпустил Против нас Ночных бомбардировщиков Своих истребителей И вот в этот полет За один полет Вот И мы потеряли Четыре экипажа Это была самая большая Самая тяжелая Потеря За всю войну Вот в одну ночь Столько Много летчиц Да Получали они За свои подвиги И ордена И звания героев Советского Союза Но и погибло их немало За годы войны А на этих кадрах Похороны Марии Октябрьской Механика водителя танка После гибели мужа Она собрала средства И купила танк Обучилась вождению И в бой Воевала храбро Рабро и умело До самого Смоленска Осенью 43-го Красная армия Продолжала Наступательные бои После Курской битвы Направление ее главных ударов Было на Харьков И Киев Предстояло освободить Левобережную Украину Разное пришлось Пережить Украине И в 20-е И 30-е годы Но оккупация Оказалась Еще тяжелее И страшнее Сколько шахтеров Живыми было сброшено В шахты За отказ работать На Германию А массовые пытки И расстрелы Подпольщиков И заложников Начинаем передачу Для Красной армии Отступая Под мощным натиском Доблестной Красной армии Гитлеровское зверье С еще больше Чем раньше Яростью и умностью Творит свои злодеяния Всю в наших городах И селах Освобожденных от немцев Остаются ужасные Среды их кровавых преступлений В этих чиновничных Зверствах Полностью выразился Разбойничьем Гитлеровской армии Которая выполняет Программу Преступных правителей Германии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В конце августа, начале сентября началось широкое наступление Красной Армии. Войскам была дана директива, передовым частям на подручных средствах сходу форсировать Днепр. Задача была крайне тяжелой. Немецкая авиация беспрерывно бомбила все переправы. С высокого правого берега, где германская армия имела мощные укрепленные районы, шел непрерывный шквальный обстрел. Сколько же людей погибло на тех переправах, воды Днепра и реки Крови. Первым высадившимся на правый берег позже присвоили звание Героя Советского Союза. Основные сражения развернулись к северу и к югу от Киева. Перед началом зимы Сталину очень важно было успешно завершить летнюю осеннюю кампанию. И Красная Армия, ценой огромных жертв, неудержимо двигалась к Киеву. На рассвете 6 ноября танки генерала Ватутина ворвались на окраины столицы Украины. Все горело. Один из красивейших городов Советского Союза был разрушен почти полностью и казался без любви. КОНЕЦ 17 часов 6 ноября Москва салютовала освободителем Киева. Позднее на торжественном заседании выступил Сталин. Его слово ждали, настраивали армейские приемники, собирались у репродукторов в госпиталях и в общежитиях. КОНЕЦ Великая обнявшая социалистическая революция предоставляет председателю Государственного комитета обороны товарища Старина. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, сегодня народы Советского Союза празднуют 26-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Третий раз наша страна во второке Отечественной войны отмечает годовщину своей народной революции. В октябре 41-го года наша родина переживала трудные дни, потому что в этом году... В своей речи верховный главнокомандующий подводил итоги года. Он впервые вышел на трибуну в звании маршала и в военной форме. Он опять чувствовал себя великим вождем. Сталин много говорил о победах Красной Армии и Советского народа в 43-м году, но ни разу не упомянул ни одного солдата, ни одного генерала. Был только он, Сталин, стоявший на трибуне в лучах славы, а далеко внизу ему народ, без лиц, имен и фамилий. Можно считать окончательно похороненной басней о том, что Красная Армия не способна будет обвести успешные наступления в летнее время. Да и вряд ли он, когда-либо думал о своем солдате, как и солдат в окопах среди военных Будин, мало думал о верховном главнокомандующем. Вы знаете, в окопах, в перерывах, я не помню, чтобы шли в русском уровне о Сталине, но на митингах, на собраниях, конечно, выкрикивалось все это. Но я не помню, чтобы так между собой бойцы говорили бы об этом. Нет, он был где-то там вождь, небожитель, недосягаемый, где-то он был там. И, конечно, если бы меня спросили тогда, я совершенно искренне сказал бы, что, конечно, он гений, и он нас ведет, и он нас приведет к победе. И все это было. Но так в обиходе абсолютно он отсутствовал. А мы говорили о прошлом своем, говорили о куске хлеба, о картошке, о том, где чего стибрить, нажраться, поспать. А союзники готовили небожителю подарок – меч для героических защитников Сталинграда, который решили вручить при встрече в Тагеране. А небожитель готовился к Тагерану и напряженно ждал, что Черчилль и Рузвельт поднимут крайне тяжелый для него Сталина вопрос о Катыни. Еще летом недалеко от Смоленска немецкие оккупационные власти обнаружили массовые захоронения многих тысяч расстрелянных польских офицеров. Представители Красного Креста были приглашены в Катынь, чтобы поддержать обвинения Берлина по поводу убийств, совершенных НКВД. Но Рузвельт и Черчилль не стали затрагивать тему Катыни в Тагеране. Они сохранили Сталину имидж победителя, вручили ему заготовленный меч, решив поддержать своего могучего союзника. Лавры победителя под Курском и на Днепре позволили Сталину в Тагеране окончательно решить главный вопрос открытии Второго фронта на севере Европы в начале лета 1944 года. Впервые встретившись вместе за столом переговоров, Сталин, Рузвельт и Черчилль расставались с друзьями. Конечно, многие острые противоречия сгладить не удалось, но дух партнерства вселял в конечном счете надежду на будущий мир. Накануне грядущего Рождества и Нового Года предстояло залечивать раны, начинать понемногу думать о жизни и готовиться к новым боям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Евгений Кокусев Консультанты Ричард Овери Дмитрий Волкогонов Михаил Семеряга Владимир Дмитриев Редакторы Дональд Джеймс Игорь Чанышев Лев Анышко Александр Громов Главный монтажер Ник Барнард Переводчики Сергей Карабанов Михаил Мельниченко и другие Координатор программы Сергей Репринцев Звукорежиссеры Остин Инц Рубен Абрамян Владимир Виноградов Дирижер Сергей Скрипка Вокал Дмитрий Хворостовский С особой благодарностью Государственному комитету по кинематографии Российской Федерации Армен Медведев Исполнительные продюсеры Джудит Депол и Александр Суриков Генеральный директор программы Александр Дубинский Режиссеры-продюсеры программы Тенгис Семенов Виктор Лисакович Продюсер программы Джудит Депол С особой благодарностью ко всем фронтовым операторам А также всем тем, кто принимал участие и оказал помощь в создании этой программы Российский государственный архив кинофото документов Госфильмофонд Российской Федерации и другие Субтитры создавал DimaTorzok Производство IBP Films Distribution Limited и Victory Series Limited Россия